Здравствуйте, друзья! С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И сегодня я расскажу вам, как легко вспомнить квадраты чисел от 1 до 20. Вот вам нужно, например, 17 в квадрате, а вы не помните. Но я покажу вам, как прикинуть, проанализировать и применить смекалку. Давайте приступим. Я напишу вам сначала квадраты чисел от 1 до 10. Итак, все мы знаем, это простая табличка умножения, и здесь никакой сложности нет. А вот что я вам предлагаю сделать. Начиная с 25, мы проанализируем с вами шаг десятков. Посмотрите, между 20 и 30 – один десяток. Между 30 и 40 – один десяток. Между 40 и 60 – уже два десятка. Между 60 и 80 – два десятка. Между 80 и 100 – конечно, два десятка. Теперь смотрим 11 в квадрате. Ребята, конечно, вы все примерно помните, но я вам сейчас освежу эти знания. 11 в квадрате – это 11, умноженное на 11. Умножьте столбик, и вы увидите, что 1 на 1 будет 1. Смело пишем 1. Видите, везде было два десятка, два десятка, два десятка. И я вам точно говорю, что следующее число не выйдет за эти два десятка. Тоже будет два десятка. От 0 до 2 десятка, двоечку ставим. И, конечно, впереди будет единичка. Конечно, мы будем находиться в пределах от 100 до 200. Поэтому смело пишем 121. Опять десятка в 2. 12 в квадрате. Мысленно прикидывайте. 12 на 12. Столбиком 2 на 2 будет 4. Смело ставим четверку. Конечно, мы будем еще находиться от 100 до 200. Поэтому вначале пишем опять 100. А шагов все равно пока будет 2. А 2 плюс 2, конечно, 4. 144 получится. Теперь 13 в квадрате. 3 на 3 в конце столбиком, конечно, будет 9. Конечно, мы будем находиться от 100 до 200. Поэтому вперед ставим единичку. И десяточек тоже будет 2. Поэтому к 4 прибавляем еще два десятка. 169. Смотрим 14 в квадрате. 4х4, конечно, 6 в конце. И не выбираемся пока еще. Не может же шаг резко увеличиться. Даже если он сейчас будет 3, а он как раз и будет 3. Но все равно это будет 6 плюс 3. Значит, 9. Единичка пока останется. А шажочек, смотрите, увеличился до 3. Переходим. 15 в квадрате. Столбиком 5х5. Конечно, 25. Пятерочку напишем. Но вы видите 196. И выходим, конечно, на 200. А шажок, ребят, если он только начался 3, то он, наверное, и будет 3. Добавляем сюда 3 десятка. Получаем двоечку. 16 в квадрате. 6х6, 36 в конце поставили. 2 поставили в начале. А здесь пока еще будет расстояние 3 десятка. А 2 плюс 3 будет, конечно, 5. 17 в квадрате. Посмотрим, что в конце. 17 на 17. 7ю7 столбиком. 49. Девятка в конце. Конечно, пока еще будет 200. А теперь давайте 3 десяточка. 50 плюс 3 десяточка будет 80. 289. У вас в головах все это сидит. В школьной программе это заложено. Но это я вам на всякий случай показываю. 3 десяточка. Смотрим, друзья. 8ю8, 64 в конце точно четверка. Вы видите, что мы точно уже вываливаемся за 200 и переходим в 300. А вот здесь уже шаг становится не 3, 3, 3, а шаг будет 4. Прибавляем к восьмерке еще 4 и получаем здесь 2. 324. Теперь 19 осталось. 9ю9, 81. 1 пишем в конце. Конечно, в начале будет 3. Смело ставим. А шажочек еще пока останется четверка. и в серединку ставим 6, потому что 2 плюс 4 будет 6. И, наконец, мы делаем с вами 20. А это легко. Дважды 2, 4. Два нолика приписываем. На всякий случай проверим, сколько шаг от 6 до 0. Конечно, 4 десяточка прибавится. Вот, ребята, такая получилась шпаргалка. Если вы будете всегда считать десятки и увидите эту закономерность в десятках, то вы никогда не ошибетесь и всегда будете точно вспоминать ваши квадраты. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И удачи вам на контрольных экзаменах ни пуха ни пера, друзья! Спасибо за просмотр! Удачи!